программа от первого лица всем здравствуйте в этом выпуске будем говорить о кикбоксинге и не с кем-нибудь там тимур а с чемпионом fire fight легком весе маму кого себя на нас гостях здравствуйте мы вам честно признаемся что кикбоксер к нам редко в гости приходят потому что как правило чаще всего проходят турниры по боксу по мм и по кикбоксингу как-то реже у вас крайний бой был в мае этого года но кстати на вас как раз таки это не отражается потому что следующий уже совсем скоро насколько мы знаем слышали рассказываете когда следующий турнир будет в конце августа турнир несовмещенность и все будет в ринге проходить в ринге отдельно проходить вот сейчас начинаем готовится уже через неделю август в конце августа будет то есть вы только как через неделю приступите к подгону там уже кто-то начал я на неделе начну уже приступлю к подготовке будет защита пояса у меня вот в конце августа как мурады видите его еще еще ищем потрогать можно всегда с таким удовольствием вот вы кстати отметили о том что будет уже отдельно от мм и потому что вот как раз таки крайний турнир проходил в связке с мм и и проходил в клетке а как-то разница большая по ощущениям выступать в ринге где лучше где интереснее где привычно да то есть мне на самом деле без разницы то есть но манера чуть другая время ты может это там отклониться назад а кто кто-то используя есть бойцы туда не использует но в клетке ты не можешь там назад это и там все там сетка да ты не можешь найти уйти а есть ребята в бойцы тоже какие-то кому удобно то есть в ринге больше чем нежели в клетке а кому-то наоборот его в клетке прогуляться разгуляться больше нравится чем вы в ринге тоже зависим от бойца какая манера в него то есть я манер но вот смотрите это же делается все для того чтобы привлечь внимание за счет смешанных единоборств к кикбоксингу считается что как-то ну понятно смешанные единоборств сейчас у нас в телевизоре на подъеме на подъеме до во всех социальных сетях кикбоксингу в этом отношении внимания мало по мне обидно что таким образом пытается привлекать к вашему виду Слушай, ну, индустрия ММА, то есть она, конечно, круче, чем кикбоксинг, да, то есть это все знают, это даже ребенок, да, то есть знает. Наоборот, наверное, даже не обидно, но приятно, что, то есть кикбоксинг тоже пытаются развивать в таком формате, да, то есть люди, зрители больше, люди узнают, да, что кикеры выступают. Кикеры? Сланговое выражение. Да, кикбоксеры, когда, то есть ты выступаешь чисто только на кикбоксерском турнире, зрителей меньше, да, то есть это понятно, да, зрителей меньше, отсюда и медийности меньше. Чем больше ты берешь зрителей, тем лучше. Ну, для меня, конечно, каждый лягушка хвалит свое брата, да, кикбоксинг для меня это, ну, на первом месте. Но, Маму-ка, вы же еще выступали и в тайском боксе, по правилам тайского бокса. Да, да, первеначально я из тайского бокса. Да, а почему выбор сделали в пульс кикбоксинг? Тайский бокс я полюбительно выступал. Потом кикбоксинг профессионал. Тайский бокс мало проводят в профессионалах. Тимур знает, что тайский бокс, как проф, его мало проводят. В России тем более. И в мире. И поэтому как-то пришлось переключиться на кикбоксинг. И так много бойцов, тайских боксеров, которые ходят и выступают профессионалам по кикбоксингу. Их больше турниров проводят в Патайском боксе. В Муатай Факторе проводили и все, и мало турниров. Именно в Патайском боксе в профессионалах. Поэтому я ушел с любителей и перешел уже в профессионалы, как кикбоксер. А я думала, вы клинч не любите. А вы ММА не ушли, потому что борьбу не любите. Не ушел, но все равно. ММА это не мое. Лучше со стойки. Кто будет следующий соперник? Есть какие-то имена? Слушай, нет. Конкретные имени нет у бойца, но хотят тоже зарубежного бойца. То есть это скорее всего иностранец будет? Да, иностранец. Главное, чтобы не было коронавируса, чтобы не закрыли границы полностью. И так некоторые страны закрыты, но чтобы полностью все не закрыли, то будет иностранец. Защита будет с иностранцем. А кто у нас вообще, если вы рассматриваете в мире самые сильные кикеры, как вы выразились? В моей весовой категории? Да, ваше разумеется. Слушай, ну они все лучшие, они онлайн чемпион. То есть там много, кого не тыкнет, тот хороший, опытный. Много что прошел. То есть много бойцов. Джорджа Петросян, Чингис Айлазов. Много очень слишком бойцов. А вот поговорим с вами о вашем крайнем поединке. Вы выступали с израильтянином. И, как нам казалось, далеко не мешка привезли. И Тайгершон, боец Глории. Да, да, да. Но при этом вы очень просто и достаточно его победили, что вообще ничем не было. Визуально казалось достаточно легко. Слушайте, ну, просто моя манера была. То есть я нашел ключ, да, к нему. То есть в любом случае это есть план, да. То есть, если ты его придерживаешь, если он работает, то ты держишь его до конца. Да, этот план. Если, конечно, не работает, то приходится менять что-то. В этом бою у меня сработало все, что готовили. Это, ну... Агершон, да, Агершон хороший боец. Вот ему будет драться в Глории. Ему анонсировали бой. Он хороший боец. Выиграл, он начал будем двигаться дальше. То есть... Я просто предлагаю у зрителей в памяти освежить немножко. Показать, как это было. Да, режиссер нам сейчас покажет. Как раз таки вот... Вот этот бот проходил, по-моему, 7 мая, если я не ошибаюсь, да. И... То есть получается, что вы просто очень хорошо его изучили и, собственно, смогли подготовиться, да. Смотрели, смотрели. Смотрели? Разбирали, да, его бои. Вот это вот его вертушки, которые он кидает, это тоже такие неожиданные. Неожиданные были. Слушай, а вообще их не увидишь только в миллиметре от себя уже. То есть их заранее не увидишь. То есть, возможно, знаешь, там руку можно увидеть, да, где-то штурка летит. А здесь ты вроде, ну, она стоит, стоит и полетела она. Но при этом, посмотрите, вот прямо сейчас еще раз режиссер нам покажет ваше лицо. Вы еще успевали играть на кардио. Где-то немножко, да, работать на публику удавалось. Это, да, на самом деле получилось как, что у меня там тренер мне говорит, бей, бей ногой, ногой. А я ему говорю, что я ее отбил. А, то есть это у вас такое общение с тренером? А вы думали, что вы на публике посмотрите, как все просто и легко. Он рядом сидит там и мне кричит, бей ногой, левой, левой ногой. И что-то раз, сказал два. И я потом уже, когда нашел момент, сказал, что я ее отбил. Ну, что-то я отбил и ногу. У меня, знаете, еще какой вопрос? Вот мы когда общаемся с тренерами, и это вот сугубо их мнение, они рассказывают свой опыт. Они говорят, что есть бойцы, которые вообще не любят смотреть. Вот, ну, не любят, они не смотрят. То есть я как тренер смотрю бой соперника, подопечного, да. И уже строю план, исходя из этого, и просто мне доверяет боец и делает так, как я говорю. А вы к какой категории себя относите? Я все равно смотрю, смотрю, есть бойцы, кто там за месяц, за два начинают смотреть, да, то есть начинают готовиться к этому там каждый. Нет, я смотрю там буквально за неделю, там, надо просто пересмотреть его. Там пару боев посмотреть, не изучая, не стараясь прям изучать. Вот с Гешоном я единственное, что там посмотрел его бои, там два боя, что он бьет вертушку. Все, и сказать, что прям готовился на эту вертушку, что от нее защищаться нет. Смотришь просто, какие у него плюсы есть, да, то есть где-то там брешь, какая-то защита. Только чисто поэтому смотрю. Есть бойцы, да, там, конечно, кто смотрит, там, чуть ли не за полугода, да, и начинают его изучать. Был такой опыт, когда я посмотрел бой соперника, там, за два месяца изучал, вышел вообще, ну, не смог ничего сделать, потому что ты загружен. А так за неделю, за две посмотреть бой, посмотреть, что он может, и все, не более того. И готовишь все равно свое. Готовишь все равно свое. Готовишь все равно свое. Из каждого своего боя. И не факт, что в поединке с вами он эти же ошибки допустит. Ну, уже надо сделать так, чтобы он их допустил. То есть это уже от тебя зависит, чтобы ты позволил ему это допустить, да, то есть если его нашел. Это же, наверное, значит, что это битва IQ, да, то есть образно. То есть если два бойца, то есть ты должен сделать так. Знаете, как это, образно, в шахматах или в шашках, да, ты отдаешь, образно, там, какую-то пешку, да, там, он ее рубит, ты рубишь больше, да. Также здесь ты должен сделать так, чтобы он допустил ее. Если ты ее видишь, явно, там, во всех его видео, что у него здесь ошибка есть, боюсь с тобой, и вот он этого не делает. Постарайся сделать так, чтобы он ее допустил. Просто а мое личное мнение, что, наоборот, ты смотришь на фишки и пытаешься найти контраргумент, вот как раз сильным сторонам бойца? Слушай, тяжело это сделать, потому что его фильмы, да, она уже на автомате вылетает. А ты, по сути, с нуля готовишься поймать до этот момент. То есть возьмем, да, крайний бой с Гершоном, да, готовиться под его вертушку, это, ну, именно, чтобы потом защититься и контратаковать, я это буду делать с нуля же, то есть получается, правильно? Я же к этому не готов, то есть раньше не было у меня этого, а он это на автомате выкидывает. То есть, естественно, он будет меня выигрывать, там, Акспирс. Поэтому тяжело это сделать, найти контратаку на его коронку. То есть надо как-то так тяжело это будет сделать. Лучше найти брешь, который он, то есть, и там пытаться. Вот, спасибо об этом уже рассуждении бойца, потому что вот у меня, например, как человек, который смотрит со стороны, совершенно в этом отношении другое. Ну, да, у него фишка, у него образно, там, вот, тем, что, например, знаешь, да, что если у него фишка-коронка, а ты будешь это с нуля готовиться, вместе за два-три дней не сможешь там. Угу. Так хорошо подготовить к этому. Да, быть круче него, да. Быть на его уровне. Да. А вот мы еще сейчас как раз таки акцентировали этот момент, и нам показалось, что вы играете на публику, вы нам сказали, что вы на самом деле просто общаетесь с тренером. Ну, это не нужно вам, нет необходимости вам создавать образ еще и на ринге, там, в клетке, для того, чтобы привлекать внимание? Ну, я понял, да, то есть, где-то надо быть более, знаете, такой… Чуть-чуть привлечь внимание зрителей, чем, да. Нет, сфокусирован все равно на бое, то есть, да, на бое сфокусирован, выходишь за победой, то есть, нет, знаешь, там, времени и там, желания на публику играть. Конечно, есть моменты там где-то там доли секунды позволить себе что-то расслабиться, да, то есть, там, привет, пей, да, кому-то образно. А вот именно, чтобы на публику играть, конечно, я благодарен той публике, которые приезжают, смотрят, болеют, да, они этим самым показывают, что наш вид спорта, он жив, и он еще будет развиваться, я надеюсь, верю в это, все равно благодарен, но, тем не менее, ты выходишь, то есть, драться, а не там на публику играть. Да, а то мы с Тимуром, когда пересматривали ваш бой, мы еще между собой обсуждали, думали, может быть, пытаются создать образ. Тем более, такие соперники были, как Арби и Миев, допустим. Да, да, да. Который очень любит вот этот самый Патташ. Арби, да, Арби. То есть, это не ваша история? Нет, нет, это вот единственное, что он пару раз сказал, я его слышал, то есть, я благо слышу, да, то есть, со стороны слышу, раз, два, и все, и чтобы он больше это не продолжал, не говорил мне, я нашел момент, то есть, сказал, что, типа, я ее ногу отбил свою, типа, не могу ее бить. И вот здесь все больше не говорил, что били левой ногой. Угу. А как, кстати, вам ваш поединок с Арби и Миев? Тоже нам показалось достаточно простым? Я вас прошу. С Арби, с Арби, да, он... Да не просто, не просто, на самом деле. Просто? Да, как это было, на самом деле. Если вы можете, просто там его сильные стороны. Но, самое главное, сильной стороной мне показалась вот злость. Он очень злой. Агрессия, наверное. Да, агрессия. То есть, он прямо наступает, наступает. Но при этом что-то такого у него не получалось, мне казалось. Не было точных попаданий, всегда на контратаках он натыкался на что-то. Еще мы заметили, что потом он уже просто вас стал... Ну, просто, просто... Бороться там. Толкать, да, толкать. Ну, это у него из ММА, видимо, сложно перестроиться. Как вам его манера ведения в бой? Ну, вы заметили, да, что агрессия, ну... Я снова скажу, что на агрессии ты далеко не уйдешь. То есть, ты, может быть, агрессор, да, там, злой, идти вперед. Ну, натыкаешься ты на удары, и что? И поэтому все равно надо развивать свою тактику, свои удары, свою четкость. Это вот вытас есть, они более опасны, чем нежели агрессивны. То есть он идет на тебя агрессивно, ты чуть шаг влево, шаг вправо, и он пролетает со своей агрессией мимо тебя, да, то есть образно. Поэтому тяжело с ним было в плане того, что вот началась эта вязкая суета, подхватывать за ногу там. Да, вот это да. А тем не менее, все равно ты тратишь силы на то, чтобы еще удержаться на той ноге, кто тебя держит. То есть вот эта вот вязкая борьба, она чуть-чуть сбила тебя. Третий раунд начался, там, чуть ли там, не толчки. То есть вот это она сбивает тебя самого, и ты еще тем не менее тратишь силы, чтобы удержаться, там, не упасть, там, ну вот в целом вязкая. Плюс арби, нестандартность у него. То есть вот это я всегда сразу после боя отметил, что нестандартность. То есть образно нас там учили от прямого защищаться, например, вот так. У него прямой летит там через, там, вот такие прямые. То есть у него нестандартные удары какие-то. Нога, то есть даже боковая, он как-то бьет по-другому. То есть вот защищаться от нестандартных очень тяжело. Но может на это влияет то, что спортсмен то в одном виде единоборств выступает, то в другом виде единоборств. Я когда с ним боксировал, он был только кикером. Так как кикером? Ну, кикбоксером, да. После этого он выступил, начал поймать. Пойм-мэй? Да. Пойм-мэй провел два-три боя. А когда я с ним боксировал, он только кикбоксером был. Но в рамках промоушена это единственное у него поражение как раз таки от вас. Реванш не предлагали, ничего не говорили? Первое время он говорил, да, скидывал истории, что реванш, и я ответил, что в любое время, как бы, ну, как посмотрят. Потом что-то умолкли и все. А вы не повелись на провокации. Вы знаете, почему еще отметили именно вот Арби и ваш поединок с ним? Потому что многие, многие как-то тушуются перед его вот этим психологическим настроем. Давит вот это вот, то, что он умеет вот этот вот, и то, что он все время высказывает, надо, не надо. Он всегда с такой уверенностью выходит в клетку Линаринга. Это, знаете, как сказать, если ты позволяешь, да, сопернику, он будет наглеть. То есть, именно своим, да, то есть, вау, вау. Если ты, как сказать, тушуешься, да, если ты начнешь тушеваться, то он чуть ли там не в супермена превратится. Ты ему позволяешь это делать. А если где-то момент такой, что ты не позволяешь, то ему тяжело, то есть, там, круто. С вами это не прошло. Ну, потому что, как бы, я просто, да, если бы я начал реагировать на это все, там, шаг назад, шаг влево, начал вот менжеваться, то, наверное, уже тоже бы начал на голову мне прыгать, да, образно. А когда ты стоишь достойно и все, и не провоцируешь себя самого, то есть, в ответ, да, пойти на него, то, мне кажется, это самое главное. То есть... Не вестись. Да, да. И тут, на самом деле, еще бой-то не только застязание в технике, но еще и вот в этой вот... Психология, конечно. Психология, да. Психология, на самом деле, она... Я считаю, что я считаю, да, то есть, нельзя как бойцы. Ты, может быть, готов, там, тело твое готово, твои удары готовы. А если психологически ты не готов, тебе тяжело будет. Как формируется психология бойца? Как вы себя настраиваете? Слушайте, уже настраивать себя... Конечно, каждый боец, и он не виноват, волнуется, он чувствует ответственность. То есть, не то, что, там, пропустить удар, там, что тебе будет больно. Он не этого боится, он боится, что проиграть. Просто проиграть. Ответственность. Вы боитесь проиграть? Ну, мне кажется, любой боится. Подвести команду. Да, подвести команду, там, такие моменты, что ответственность чувствуешь. И она тебя как-то давит. И вот. И когда ты понимаешь, что ты выходишь в ринг, и когда ты уже заходишь в ринг, в клетку, да, то есть, у тебя светлый отходит, и ты видишь лишь соперника, там, образом... Твой взгляд меняется, твои, там, датчики, там, все-все меняется, включается в другом режиме. Поэтому... Тимур, как тренер, подхватил вас, что каждый боец боится, на самом деле, проиграть. Просто я вам могу сказать, как журналист, мы тоже очень много допускаем ошибок, но это нормальная история. Ты просто делаешь выводы, как бы, идешь дальше. А тут... В бою ты можешь допускать ошибки, да. Но конечный итог должна быть победа. Конечный итог все-таки должен. Да, ошибки могут быть, да. Все, понятно. Но, тем не менее, мамунка, вы чемпион Firefight. Может быть, в какой-то другой промоушен уже подходит подписаться? Что думаете, да? Если я уйду в другой промоушен, то, если такая есть возможность, чтобы я еще проводил бы здесь турниры, да, то есть, там, тот же Glory, если там есть бойцы, которые выступают там, и параллельно еще, то это было бы очень замечательно. Выступать еще где-то в хорошем промоушен, да, то есть, в таком уже, как Firefight. И здесь защищать, это было бы круто. Оставлять пояс, как бы, пока я не хочу. А-а-а, то я думала, просто завоевал один пояс, пошел дальше в следующий промоушен. Ну, можно, можно. То есть, ну, если желательно, чтобы параллельно можно было выставать еще. То есть, такие бойцы есть, такие истории есть. У него там два-три пояса, да, они защищают везде. Угу. Вот в одном из, пожалуй, самых крупных азиатских промоушенов, One Championship, мы уже тоже о нем говорили, такой возможности вам не дадут. Там нет, да. Но там и промоушен совершенно другого. Ну, если попасть сюда, то было бы здорово. Не выходила ли на связь? Или, может быть, ваша команда? Пока не, пока. Пока не думали бы. Да, пока в процессе всего там, и Глория, и One Champion, пока в процессе. Сейчас, видишь, это пандемия тяжелая. То есть, нету стабильности. Они могут вроде сказать да, и потом что-то будет. Будешь два года ждать, будет, пока эти коронавирусы. Ну, вот, Тагир Халилов, не могу не привести его в пример, тоже очень мечтал, старался. И, насколько я знаю, он сам заявлялся туда. То есть, не всегда бойцы ждут приглашения, когда там меня заметят и увидят. Слушай, да, Тагир молодец. Мы знакомы, дружим, в одном зале тренировались сейчас на спаррингах. Да, то есть, молодец, тренировался, не упал духом. То есть, да, то есть, дошел до конца и дошел. Молодец в этом плане. То есть, пока у вас в этом отношении перемен не будет? Пока нет, поглядя в процессе. Ходили слухи с Тимуром, мы тоже обсуждали этот момент, о том, что вы могли бы убедиться на ринге с Хаялом Джани. Да, да, да. Как сейчас? Это невозможно с его переходом в ММА? Возможно как? Или вы в ММА? Ведутся ли еще переговоры? Как-то все-таки идет этот процесс? После вот этого момента, что там, я, наверное, не стал бы отвечать. То есть, в инстаграме было, дайте я проверю вашего чемпиона, да? То есть, ну, был ответ в мою сторону от Хаяла. На что я ответил, началось словесно, да? То есть, даже не перепалка, а обоюдное какое-то общение. И Клименко Николай, он сказал, что возможный турнир будет в декабре. То есть, новогодний турнир. Да, то есть, переговоры если пройдут, то, возможно, будет турнир только в декабре. Или там, новогодний, ноябрь-декабрь. То есть, я надеюсь, что мы с ним встретимся. В конце 2020 года, возможно, 21-го, прошу прощения, да, 21-го года, мы увидим вас на ринге по правилам кикбоксинга с Хаялом Жанимом. Ой, как интересно. Ой, как мне бы хотелось посмотреть. Да, на самом деле, вы сейчас для зрителей тоже ждите. Мамука, хочу блиц-опрос для вас провести, или-или, практически не думая. Отвечайте. Так, секундочку, или-или. Да, я вам буду говорить или-или, вы выбираете что-то одно. Хорошо. Ну, например, вот кикбоксинг или тайский бокс? Кикбоксинг. Лоу кик или хай кик? Хай кик. Глори или ван чемпионшем? Ван чемпион. Кофе или чай? Кофе. Хорошо выглядит или хорошо готовит? От повозчения к девушке. Гопаем, готовит. Велосипед или самокат? Велосипед. Сила или техника? Техника. Джорджо Петросян или Седрик Думбе? Джорджо Петросян. Семья или карьера? Фу. Ну, семья давайте. Ну, не знаю, карьера тоже. То есть вот такой вопрос. Берем два. Такой вопрос. Допинг или пять поражений подряд? Фу. Это либо ты кольнулся, либо ты пять раз проиграл. Да, либо вот. Кольнуться на них. Ну, смотрите, вы проигрываете, 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 но в конце концов тоже. Ну, кольнуться надо, да. То есть допинг. Вырезаем это все. Тема, на самом деле, очень-очень актуальная в последнее время и как для боксеров, и как для бойцов. Ну, действительно. Ну, допинг допингу рознь. Да. Допинг допингу рознь, разумеется. Вот ваши отношения. Ну, ничего себе там литрами, да. То есть в любом случае, то есть это профессиональный спорт. Здесь травмы, а не накопительный эффект. Связки, да. То есть есть в кольну, да, там плечо, да, когда уже тебе беспомощь на плечо, там… Ну, это вы об обезболивании говорите? Нет. Там типа это, какая-то штучка, короче, не знаю, как называется. Ну, типа гелероновой кислоты. А помогает восстанавливаться быстрее там связкам? Да, 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 да. Да, да, да. У меня, слава богу, я еще ничего не капал и не колол, но в целом есть, то есть бойцы, там кому за 30, да, там кому 30 травм, они не залечиваются, они еще выступают, да. Они колют, чтобы быстрее восстановиться. Засомневались, вот так, карьера или семья. Ну, вот встанет выбор, супруга скажет, слушай, все, ну надоело, ну надоело, приходишь постоянно в синяках, какие-то сломанные, там, не дай бог, конечно. Постоянно экипировал, чтобы жить грязно. Да, на мне все хозяйство. Слушайте, ну тяжелый вопрос, да, то есть карьера тоже… Ты отдал больше своей половины жизни, да, то есть у меня сейчас 27, да. Я там с самого детства занимаюсь, сидеть просто и сказать, все, нет, тяжело. И тем не менее, что если не кикбоксинг? Бокс, наверное. Все-таки не ММА, а бокс. То есть все равно единоборство? Да, да. А если не единоборство? Вообще не рассматриваете такое? Ничего другого не имею делать, только на один раз. Серьезно? Ну, футбол я бегал, футбол, футбол. А хобби? Катание велосипеда, там, лыжи, то есть вот это все хобби. То есть я не занимаюсь этим, значит, профессионально каждое хобби. Есть выходной день, там, погода позволяет на великий, летом, зимой там что-нибудь на лыжах. Это как хобби, я считаю. Оно будет тебя преследовать, то есть так же не мешает твоей основной. Вот так. Футболу там побегать. Все-таки, Тимур, правда, вот такие люди живут, собственно, своим видом единоборства. Профессиональные спортсмены живут спортом. Мамука, вы уже нам сказали о том, что в августе мы увидим вас, это уже совсем скоро, грубо говоря, меньше месяца. Когда у вас начнется подготовка? Как она будет проходить? И где она будет проходить? С кем? Сейчас все-все-все сразу выложу по списку. И как много вы вообще, в принципе, там, гоняете веса? Ну, начну с того, что вес я гоняю, ну, 6-7. Раньше я гонял много. Тяжело было. И, знаешь, там уже последний килограмм остается. Ты думаешь, нужно тебе вообще-то или не нужно? Лучше можно уйти. Жить спокойной жизнью, знаешь. Сейчас держу вес. Держу вес. То есть, как можно видеть, я сейчас обычно, то есть, там, 77-76. 6-7 килограмм гоняю. Подготовка сейчас, первый этап будет. Я пока после операции делал себе операцию на ногу. После боя сразу с Гершоном. Сейчас пока акцент на ноги не буду делать. Там еще пару недель. Буду только боксом заниматься. Две недели боксом займусь. Потом мы начнем уже тактическую. И с моим тренером начнем уже функциональную. Кроссфит. Это мешки, лапы, спарринги. Это уже окончательно будет. Третий этап уже. Мы пока разбили в три этапа. То есть, бокс, руки. Потом уже тактику свою, знаешь, что это все. И потом уже акцент на мешки, спарринги. Ну, будете дома. Дома, да? Подготовка в привычной для себя атмосфере. Имя мы так и не раскроем вашего соперника. Я не знаю. Вы еще не знаете. Я не знаю, как кого достут. Не знаю. Были случаи, когда за неделю узнаешь. Один снимается, дают что-то. Не, ну очень часто. Сейчас действительно очень часто меняют. С пандемией еще. Да, все и с пандемией. Вот этими внешнеэкономическими ситуациями. Тоже как отнесешься к этому. На самом деле, есть такие случаи тоже. Когда ты готовишься на одного бах менять. То есть, человек, который боится, он не адаптируется. Ему тяжело. А есть, кто спокойно. Ну, далее как бы и далее. То есть, тоже, видите, все. Вот вы говорили, что психологически, да? Твое тело готово. Твои мышцы готовы. И ты готов на любого, да? Он тебя меняет соперника. Ты бах. И думаешь, что с ним делать? А при этом ты весь готов. Психологически вот оно. Ну, судя по вашему настрою, вы готовы ко всему. Конечно, да. Да. Мы вам желаем удачи. Спасибо большое. Мы обязательно, конечно, посмотрим. Тимур будет с удовольствием комментировать, да? Этот бой. Но только победы. Да, спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо, Тимур. Спасибо вам огромное. Спасибо, Тимур. Спасибо вам. И вот меньше метра. Это прекрасный поезд. Я увидела этот прекрасный поезд, да? Вы будете его защищать. И мы вам желаем десять защит, как минимум. А потом еще новый промоушен обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, что у нас в гостях был Мамука Усубян. Чемпион Firefight в легком весе. Мы обязательно еще увидимся. Пока-пока. 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 Пока-пока.